Русский мир Во время мятежа Вагнера широкие массы практически не обратили внимания на любопытную деталь. Кто ввел боевиков на Москву? Это ведь был не бывший повар Путина Пригожин, а человек, в честь которого эту ЧВК и назвали. Дмитрий Уткин с позывным Вагнер. Что это за человек? Какое место он занимает в частной армии Пригожина и как связан с Украиной? Вот вам исторические факты от Александра Мельникова. Настоящий командир Вагнеровца? Ну он убийца прям. Его лицо. У него такие глаза. Кто стоит за публичной вывеской Пригожина? Он одиночка, волк одиночка. Почему его прячет российская пропаганда? Человек с нацистскими татуировками. И как его прошлое связано с Украиной? Ага, вот-вот. Да, Уткин. А вот здесь указано РУС. Эксклюзив программы о наемнике, который создал ЧВК Вагнер. Это поселок городского типа Смолина в Кировоградской области. Впервые о нем заговорили в 68-м году, после того, как неподалеку откроют урановую шахту. Во второй раз он на слуху из-за крупнейшей частной военной компании России. Вернее, ее основателя. Это Дмитрий Уткин. Скорее всего, его имя во мне знакомо. А как насчет его позывного? Вагнер. Да, все правильно. Аналогичное название имеет та самая частная армия Пригожина. Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Но Пригожин только публичный бренд. На самом деле, командует наемниками Уткин. Именно от его позывного и происходит название ЧВК. Это Уткин с Путиным. На груде четыре ордена за мужество и звание Герой России. За какие заслуги? Почему же такого уникального бойца совсем не показывают, как главу частной военной компании? Да еще и привязывают к Украине. Сегодня узнаете много интересного. ЧВК Вагнер через какое-то короткое время перестанет существовать. На самом деле, первое поражение вагнеровца в Украине произошло еще 28 января 2015 года. СБУ перехватило телефонный разговор, где командир наемников Уткин жалуется российскому генералу Евгению Никифорову на разгром под Дебальцево. Алло, Дима, к тебе выехал куратор? Я уже *** тут получаю в Евгении, Валерий, ***. У меня уже потери не *** ведут, ***. Найбейшие втраты ПВК Вагнер понесли... Самые большие потери ЧВК Вагнер понесли во время дебальцевской операции, когда их бросили фактически в качестве штурмовиков. После этого они, скажем так, основной акцент переносят за пределы РФ. Это Сирия, Чат, Ливия. Чат, Ливия. По данным наших инсайдеров, наемников Пригожина вывели из Украины в 2016-м. Но мы нашли свидетелей того, что через год после провала под Дебальцево Уткина видели здесь, в Смолино. Вы знаете, я на него как первый раз посмотрела, узнала, что это он. Но он, ну, убийца прям. Его лицо, у него такие глаза. Что делал Смолино-убийца уже после участия в захвате Донбасса? Это типичная советская пятиэтажка. Таких в Смолино несколько десятков. Их строили для горняков, которые работали на местной урановой шахте. В одной из таких получает свою квартиру Людмила Уткина, мать Вагнера. Ее квартира на третьем этаже. Вон, видите, пластиковые окна. Попробуем узнать, где сейчас хозяева. Похоже, полный ящик платежек. Уже давно никто не забирал. Год-полтора, она где-то, говорят, в Ленинграде. Она была ярой россиянкой. Это стопудово. Еще в те времена. На самом деле Уткин был рожден в России. Что за семейная драма там случилась, неизвестно. Но мать без отца перебралась в Украину. И, казалось, жила здесь мирно. Пока наружу не всплыла правда о ее сыне. Начали люди выступать, что такой сын. За этого же Вагнера и за эту же его фамилию. Что он наемник. Когда его последний раз видели? Последний раз в 2017 году. Это была осень. Он с матерью стоял на остановке. Здесь буквально 30 метров автобусная остановка. Вы его узнали? Ну, а как не узнать? Юрия Григорьевича в поселке знает каждый. Он бывший милиционер. В свое время работал даже директором местной школы. Говорит, за Дмитрием Уткиным наблюдал еще со школьной скамьи. Он одиночка. Он одиночка. Волк-одиночка. Его здесь притесняли. И поэтому он на стадионе здесь в школе постоянно занимался. Качался, качался. Отца никто никогда не видел. И от этого внутренняя озлобленность какая-то на людей. Возможно, именно эта озлобленность и стала ключевой чертой заинтересовавшей особых советских специалистов в военном училище Ленинграда. Куда Уткин поступил после школы? Карьера Уткина. Карьера Уткина приводит нас в главное разведывательное управление России. Вагнер дослужился там до офицера спецназа. Впрочем, очевидно, дело не только в жестком характере и выносливости. Для россиян уровень насилия – это уровень уважения. Там же, по сути, уважение и базируется только на страхе. Если тебя боятся, тебя уважают. Если ты бьешь всех по морде, ты молодец. И таким образом оставались и выживали среди выходцев из Украины только абсолютные звери. Узнали? Да, это Рихард Вагнер. Полет Валькирии. Именно в его честь получает свой позывной Дмитрий Уткин. Но едва ли он увлекается самим композитором. А вот Адольф Гитлер – да. И это пришлось по душе главному наемнику России. Это Марат Габидолин. До 19-го года он служил в рядах ЧВК Вагнера. Сейчас он скрывается, потому что в России ему грозит расправа. Они пропагандируют в том числе и антисемитизм, и причисляют себя к какой-то высшей расе. То есть такая удобная замаскированная форма нацистской идеологии. Я сам видел, как в свое время Дмитрий Уткин, он мог себе позволить прогуляться по территории базы лагеря в пилотке солдата вермахта. А это военные документы, полученные интернет-разведчиками. На некоторых из них командир Уткин вместо подписи ставит нацистский знак СС. Чему Влад Науткин видешел в тени? Почему, собственно, Уткин отошел в тень в момент проведения широкомасштабного вторжения? Ведь, согласитесь, достаточно трудно было бы объяснить в целом характер деноцификации, которую проводит человек с нацистскими татуировками. Случайно ли человека с такими взглядами отправляют убивать в Украину? Туда, где Уткин провел детство и имел родственников. Это большевистская тактика. Оторвать национальные кадры от непосредственно территории исторического проживания, подготовить их, обработать идеологически и потом использовать непосредственно против представителей своего же народа. То есть готовилось все это заранее. Есть в Смолино еще одно место, где могли сохраниться конкретные документы о том, что Уткин действительно здесь жил и учился. Вот она, школа номер два. Сейчас это лицей. Помогите нам найти человека. Ага, вот-вот. Да, Уткин. А вот здесь указано РУС, а здесь УКР. Что это значит? Вот, смотрите, родной язык. А, родной язык. То есть его родной язык русский. Указано. Год поступления. Ну, видите, 1-я, 0-9-е, 79-го года. Школа фактически готовила шахтеров и солдат. Главное, чтобы был советский. Главное, чтобы любил Сталина, родину, советскую власть. Идеология и ненависть ко всем думающим не так, как мы. Вот, собственно говоря, школы таких депрессивных районов. Советские спецслужбы тщательно подбирали молодых людей из таких депрессивных районов. Предлагали карьеру, власть, высокие, но кровавые заработки. Уткин лишь один из тех, кто в российской системе превратился в монстра. Но есть одно но. Это его сознательный выбор. Абсолютно у человека всегда есть выбор. Россия кузница убийц. Но за сделанный сознательно выбор каждый ответит рано или поздно. Александр Мельников. Специально для телеканала Freedom. Дрон, атаковавший Кремль, на самом деле был не первым летательным аппаратом, которому удалось прорваться сквозь дырявую московскую противовоздушную оборону. 28 мая 1987-го около Кремля приземлился легкомоторный самолет. Им управлял 18-летний немец-любитель Матиас Руст. Этот полет вызвал настоящий скандал. В Москве полетело немало влиятельных голов, ведь Руст беспрепятственно пролетел более тысячи километров в воздушном пространстве СССР. Как ему это удалось? Почему КГБ обвинили Руста в шпионаже и работе на ЦРУ, но в итоге он отделался хулиганкой и был амнистирован? Годовщине знаменитого полета и исторические факты от Екатерины Павловской. Полет за железный занавес. Как молодой парень из Германии обманул советскую систему ПВО. Пилот-истребитель Амиг-23 его увидел. И дискредитировал всю армию СССР. Он-то показал несостоятельность вот этой военной машины. Невероятное путешествие Матиаса Руста с приземлением просто на Красной площади. Почему оно стало символом перестройки и повлияло на ускорение распада Советского Союза? Толпа журналистов в ожидании сенсации. И историческая встреча, которая еще несколько лет назад казалась бы невозможной. Горбачев и Рейган наконец-то говорят о мире. На повестке дня сокращение стратегического ядерного вооружения. Но результат нулевой. Президенты супердержав ничего не подписывают. 19-летний немец Матиас Руст видит это событие на старом родительском телевизоре. И решает, помочь миру надо самостоятельно. Он долго колебался. И вот оттуда он принимает решение лететь на Москву. Ну, с его слов, это был полет мира, там что-нибудь еще. Я думаю, это обычный юношеский такой авантюризм. Немного странноватый, не очень общительный. В Гамбургский аэроклуб он придет с подачи отца. Еще до появления мысли о дальних перелетах. Свои первые уроки пилотирования Матиас Руст берет в 86-м. Работник службы доставки, он тратит все свои деньги на полеты. В 87-м у него уже лицензия пилота. Однако всего 50 часов налета, что по авиационным меркам достаточно мало. В начале мая 87-го года в своем аэроклубе он арендует легкомоторный четырехместный самолет Cessna 172. И это станет залогом успеха его будущей миссии. Cessna 172 Skyhawk прощает ошибки, которые базовые пилота. И это позволяет пилоту-новичку, который прошел базовое обучение пилотирования, сесть на самолет и уже полететь. О том, куда он отправится, арендодатели даже не спросят. А молодой человек в это время переоборудует два задних места под дополнительные топливные баки, что увеличит дальность его полета в четыре раза. С собой он возьмет небольшой чемодан, сумку с картами и спальный мешок. А еще 20-страничный манифест Горбачева о том, как добиться мира во всем мире. Впоследствии в его вещах также найдут мотоциклетный шлем. Как он признается позже, единственное средство защиты от советской системы ПВО. Уже тогда Руст понимает, его шансы долететь 50 на 50. Ведь за пять лет до этого советы просто сбили, нарушивший их воздушное пространство корейский Боинг. Из-за этого погибли все до одного его пассажиры. 13 мая 87-го с аэродрома Ютерсен под Гамбургом он перелетит над Северным и Балтийскими морями до Шотландских островов. Однако главная его цель – Исландия. Эта страна для него символична. Руст проведет там неделю. Он сделал огромный крюк и посетил Исландию, именно тот город, где встречались Горбачев и Рейган. И только после этого лег на маршрут, который ввел его к цели – в Москву. Из Исландии он улетит в норвежский Берген, оттуда в Хельсинки. И все еще, сомневаясь в своем успехе, возьмет курс на восток. После взлета из Финляндии сказал, что он летит в Стокгольм диспетчеру. В определенный момент он выключил все приборное оборудование, которое связывается с внешним миром. И развернулся на 180 градусов, снизился до минимальной высоты. Над морем долетел до границы, до береговой линии Эстонии. Место пересечения также не случайно. Эстонский городок Кохт-Ла-Ярве – путь крупных коммерческих судов, под которые можно было замаскироваться. Но исчезнувшись с радаров самолет, диспетчеры воспримут как разбившийся и даже начнут операцию спасения. Нашли нефтяную пляму, которая предсказывала всем, что он, скорее всего, разбился. Была запущена спасательная операция, которой его впоследствии оштрафовали больше, чем на 100 тысяч долларов за хулиганство. Рост продолжит путь на низких высотах. Если воздушное судно летит на малой высоте, то радиолокационные средства его просто не видят. Из-за того, что есть. Наша земля круглая, а радары видят только по прямой. И будет ориентироваться не по GPS, как в наше время, а по старой бумажной карте. Какие лучшие ориентиры? Водоемы. Там Чудское озеро, Селигер, Ильмень. Потом вышел на Ржев, а там прямая железнодорожная линия. И вот он вдоль железной дороги Ржев-Москва направлялся прямо к своей цели. А дальше начнутся просто чудеса. Советская система ПВО, у которой на тот момент репутация в мире, как у одной из лучших, будет совершать ошибку за ошибкой. Его заметили и привели в боевую готовность три зенитно-ракетных комплекса. Его начали сопровождать. Ему присвоили код. В небо поднялись советские истребители и заметили иностранное легкомоторное судно, но просто перепутали его с местным. Пилот истребителя МиГ-23 в разрывах туч его увидел и сказал, вижу самолет спортивного типа, похожий на наш Як-12. Они действительно похожи. Обычно такой самолет бы просто сбили, но помня, корейский Боинг, вероятно, побоялись. Еще одна удачная случайность. Около Пскова в это же время военное учение. И снова на стороне Руста пресловутый советский человеческий фактор. Случайно молодой офицер присвоил ему свой самолет. А что значит свой самолет? Была цель, отметка и возле нее скобка. Если скобка, свой самолет. После Псковского Руста не заметит уже московское ПВО. Молодой советский офицер решит не сообщать о подозрительном самолете, потому что за ложную тревогу в советах строгий выговор. Так что без всяких препятствий 19-летний пилот направится в центр Москвы. У него по плану была посадка на самой площади. Она достаточно большая для такого небольшого самолета, но там было много людей. Он просто с воздуха увидел работу светофоров, дождался, когда будет нужный сигнал, когда на мосту будет чисто, и совершил посадку на мост. С Москворецкого моста самолет проедет на Красную площадь и остановится. Вокруг пилота быстро соберется толпа. Люди шокированы странным парнем из Германии, который еще почти час будет пытаться говорить с ними о мире и давать автографы. Впоследствии Руста арестует местная милиция. В московском суде он будет выглядеть смелым и стильным молодым человеком, говорящим о мире с юношеской уверенностью более убедительно, чем уважаемые политики. И я понял, что мы живем в очень трудной ситуации. Что обе части населения готовы в большой степени хорошо жить в мире с другими народами. И что большинство людей убеждены в том, что обе стороны, обеим сторонам не нужно оружие, не нужно вооружение. Но на советское правосудие это не подействует. Сначала ему дадут 4 года заключения, но через год и два месяца освободят по амнистии. Его полет же станет символом перестройки. Ведь в том же 87-м Горбачев и Рейган таки подпишут договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Однако своим генералам глава СССР такой провал ПВО не простит. Полетел маршал, полетел министр обороны, полетели командующие округов, через которые он пролетал. Полетело несколько командующих соединений противовоздушной обороны и авиационных соединений, которые были по маршруту. На самом деле он-то показал несостоятельность вот этой военной машины, вот, которая сейчас уже окончательно доказана, это несостоятельность российской военной машины. От позора, который юноша нанес советской армии, до сих пор пытается отмыться уже российская. Местные пропагандисты придумывают теории заговора про то, что РУС был шпионом западных спецслужб. Этот полет подорганизован, подготовлен был и выполнен на 5 баллов. Но ведь, возможно, секрет не только в том, что военные всех уровней банально проворонили самолет Матиаса Руста. Возможно, способность и самой советской ПВО была значительно преувеличена. Потому что о второй армии мира, например, мы тоже слышали. А делать фейки о собственном могуществе еще не означает это могущество иметь. Катерина Павловская. Исторические факты. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова